Новые дороги, качественное образование, доступное жильем – это ключевые задачи государственной программы комплексного развития сельских территорий. Ход подготовки документа обсуждали накануне в Москве среди участников расширенного совещания и глава Чувашии. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Подробная стенограмма совещания на сайте правительства. Дмитрий Медведев отмечает, что на этапе разработки приоритетной программы необходимо определить четкие цели. Только в этом году на развитие осел в бюджете заложили 25 миллиардов. Очевидно, что успехи нашего агропромышленного комплекса связаны не только с мощной государственной поддержкой, которую мы оказываем в последние годы сельскому хозяйству. Это прежде всего заслуга людей, которые работают и живут на селе. И мы обязаны обеспечить им нормальные условия жизни. Нужен комплексный подход к формированию нового типа сельских поселений. Есть поручение президента о разработке новой госпрограммы развития сельских территорий. В резиденцию «Горки-9» приглашены руководители регионов, где была успешно реализована предыдущая программа развития села. За пять лет за чертой городов возвели более 4 миллионов квадратных метров жилья. Построены новые школы, дороги, спортивные площадки и клубы. Впереди масштабные задачи. По итогам командировки в Москву глава республики провел рабочую встречу с членами Кабмина. Задача наша, всех отраслевых министерств, работая с отраслевыми министерствами на федеральном уровне, представлять свои предложения, проекты. Почему я это говорю? Потому что четкие целевые индикаторы будут обозначены по выделенным средствам. Те предложения, которые обсуждались, кроме новых объектов, вчера мы предложили, мои коллеги тоже предложили, Дмитрий Анатольевич поддержал, потому что нет необходимости строить новые школы, где у нас старые школы. Это капитальный ремонт, реконструкция, модернизация существующих учреждений социальной сферы. В программе обозначат конкретные цели. На селе должно повыситься качество медицинской помощи, созданы новые рабочие места, развита транспортная сеть. В республике, где в сельской местности проживает более 450 тысяч человек, делают ставку и на реализацию проектов, основанных на местных инициативах. В этом году подано в четыре раза больше заявок. Средства, которые по расходной части на выполнение тех мероприятий, государственной программы Российской Федерации «Комплекс на развитие сельских территорий», начиная с 2020 года, по представленным предложениям регионов, 200 миллиардов рублей. Вчера это было обозначено. На пять лет это практически не менее одного триллиона рублей. Проект госпрограммы должен быть завершен до 15 марта. Ожидается, что уже в июне документ утвердит президент. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.